К сожалению, 11 лет, как нету нашего, моего супруга, нашего папу, дедушку, которых пятеро внуков, который хотел побывать у всех на свадьбе. Анатолий Арсеньевич Чигурко, муж Надежды Георгиевны, знал, куда его отправляют. Знал о тех последствиях, которые грозят. Но не сомневался в необходимости своего участия в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Он третьим заездом поехал, уже оттуда люди приезжали, уже люди как бы немножко рассказывали, что к чему. Он говорит, Надюш, готов чемодан, приказ составлен, подписан и не обсуждается. Поэтому, говорит, я утречком, завтра в 5 часов утра уезжаю в Чернобыль. Хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким, которые будут всегда помнить своих родных, которые не задумывались тогда, граждане некогда большой страны, и защитили мир от глобальной катастрофы. И преклоняем свои головы перед памятью наших соотечников, которые грудью встали на защиту всего человечества от разбушевавшегося атома. В 33-ю годовщину со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции в Рыбнице у памятника участникам ликвидации этой катастрофы прошел митинг-рэкви. Уже 33 года прошло с того момента, как взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС разделил мир на до и после. Пошли все, кто считал, почему кто-то, а не я, все, в чьих силах было остановить это бушующее радиационное пламя. Этот вихрь смерти, который не щадил никого, ни старых, ни малых, который не знал границ национальностей, языка и вероисповедания. Тысячи людей из разных уголков тогда еще огромной страны, Советского Союза, стали ликвидаторами техногенной катастрофы. На сегодняшний день из 200 рыбничан, которые участвовали в ликвидации, в живых осталось 69 человек. Александр Федорович – один из них. Чтобы сохранить память, описать весь масштаб случившегося от первого лица, Чернобылец написал книгу. Писал по своим воспоминаниям. Вошли воспоминания всех наших ребят чернобыльцев. Далее описание вообще того времени. Сама система уже ушедшего государства не позволяла сказать то, что тоже описано в этой книге. Правду. В первую очередь горькую, жесткую, но правду. К сожалению, многие воспоминания, что описаны в этой книге, они принадлежат чернобыльцам, которые, к сожалению, не дожили до сегодняшнего дня. Поэтому, в первую очередь, это память. Рабочее название книги рыбницкого автора «Трагедия-86». Пока она находится в редакции. Выпустить публикацию планируют к началу сентября. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова